Товары народного потребления в месяцах этого года освоено около 500 новых видов товаров, в том числе 59 изделий, освоенные по инициативе самих предприятий. Здесь на выставке представлены отдельные из них. Все, какое известно, семейство ФЭДов. Она сейчас пополнилась новыми фотоаппаратами ФЭД-5С и ФЭД-Микрон-2, который пользуется заслуженным авторитетом и пользуется большим спросом у населения. Нельзя не сказать и об освоении такого вида изделий, как телевизор «Березка» С-202 для приема цветного изображения. Можно сказать и о таком новом изделии, как магнитофон «Стерия-2001», который также здесь представлен, является очень сложным изделием, которое освоено на предприятиях города Харькова. Если говорить об изделиях, которые идут для хозяйственных нужд, здесь хотелось бы сказать относительно выпуска вентилятора кухонного, который, так сказать, значительно облегчит температурный режим, так сказать, на кухнях хозяйкам. Или возьмем новую электроплитку, которую выпускает завод «Полиграфмаш». Это изделия все освоены в этом году. Завод «Харьков Торцвет Мед» освоил новую пельменицу, и она находит очень широкий спрос у хозяек нашей области и за ее пределами. Можно сказать и о таком изделии, как термос. Изделие получило государственное знак качества и пользуется большим спросом. Нельзя не сказать и о таком изделии, которые связаны с детским техническим творчеством. Новый планетоход «Интеркосмос», новый планетоход «Электро-5». Эти изделия пользуются большим спросом ребят. Здесь надо отметить о том, что ведется большая работа не только по выпуску этих изделий. Здесь можно было бы назвать еще десяток других. Возьмем для примера шахматы, которые выпускает 8-й государственный почипниковый завод. Эти шахматы не имеют в себе, так сказать, равных. И можно их на любую выставку подать, как изделие заслугащего большого внимания. Вы знаете, что большой спрос сейчас имеется на зонты. Наш Дрогачевский завод турбокомпрессоров освоил производство в этом году вот такой зонт, не уступающий по своей конструкции, качеству и всем остальным параметрам, требованиям, даже лучших японских образцов, которые выпускаются. Можно говорить и о мелочевке, которые выпускаются для нужд хозяек. Вот здесь они все представлены. Конечно, говоря о производстве товаров народного потребления, нельзя только ограничиться этим кругом. У нас производится очень большое количество изделий легкой промышленности, особенно для детей. Это пальто, платье, трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия. Это название можно было бы продолжить. Но я думаю, что трудящийся Харьков знаком с изделиями, которые выпускаются на наших предприятиях. Мы надеемся на то, что к концу года на прилавке магазина еще появятся новые виды изделий, которые будут освоены до конца года. Сейчас, после опубликования решения Октябрьского пленума Центрального комитета, Речь Леонида Ильича Брежнева о необходимости увеличения производства товаров народного потребления на всех предприятиях, всех отраслей. В области ведется работа по резкому увеличению их выпуска в 1981 году. Новых видов изделий будет освоено 542 новых вида в будущем году, в том числе много сложных и интересных изделий. Сейчас, когда опубликованный проект ЦК КПСС «Основные направления развития народного хозяйства страны» на 1981-1985 годы и на перспективы до 1990 года, на промышленных предприятиях ведется разработка планов, которые предусматривают развитие материально-технической базы, увеличение производства товаров с тем, чтобы более полнее удовлетворялся спрос населения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова